Здравствуйте! На 12-м канале Час новостей в студии Дарья Шадрина. Коротко о главном. Чудом не утеряны оазис. На Амринской балке размыло плотину. Спасать водохранилище пришлось вручную местным жителям. Пора остыть. Аномальную жару в Омске сменят похолодание и затяжные дожди. Осадков ждут на севере региона. Там полыхают леса. Помогут найти место под солнцем. Здесь важно все. Историческое, идеологическое значение места. Где в Омске установят стеллу город трудовой доблести, решат сами мечи. Голосование запущено. В бой идут одни генералы. Добиться стопроцентной достоверности – это одна из наших задач. 12-й канал продолжает съемки фильма о несломленном генерале Дмитрие Карбышеве. Почему молодого актера Степана Дворянкина пришлось заменить на опытного Александра Гончарука? И выбыл в первом круге. Илья Михеев завершил выступление в Кубке Стэнли. Амринской балке требуется капитальный ремонт. К такому заключению пришли специалисты регионального Минприроды. Эксперты провели собственную проверку на месте ЧП в аварийном состоянии. Гидротехническое сооружение с 2016 года. Так что временные меры ситуацию не спасут. В эти выходные на знаменитом Омском курорте прорвало дамбу. Первыми о чрезвычайной ситуации сообщили местные жители, которые восприняли все это не иначе, как экологическое бедствие. Мощный поток воды уничтожил уникальный ландшафт заказника. Восстановительные работы люди организовали собственными силами и без преувеличения всю ночь боролись со стихией. Контролировать ситуацию продолжают и сейчас. С подробностями у Анны Кокориной. Это могли бы быть эффектные кадры водопада в Омской области, если бы не сигнал СОС за кадром. Размыло все. Мы лишимся Амринской балки. На знаменитом Омском курорте прорвало дамбу. Под угрозой оказалось излюбленное место для купания и отдыха рыбаков. Водохранилище на Амринском ручье. Водоем мог буквально сбежать в озеро Обиты, а мощным потоком уничтожить местный ландшафт. Спасать берега и водоем вручную первыми начали местные жители. Клич о помощи бросили в соцсетях. И уже к полуночи на балке развернулись восстановительные работы. Еще там, может, и у них конвейер целый. Половину закрыли. Будем надеяться, что получится закрыть остатки. К 6 утра перекрыть мощный поток все же удалось. Все там собрались, где-то в деревне, жители Гвоздевки, жители Новосарицыно. Кто-то что-то принес, лопаты, мешки. Спасибо Дмитрию Выкальцеву, который организовал КАМАЗ, трактор. Мы начали собираться, привезли, высыпали песок. И как бы все женщины, девушки начали набирать мешки. Мы начали так, 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 так. Уже известно, что причина катастрофы — внеплановый сброс воды из соседней Полтавки. Нас не предупредили, чтобы проводиться данные работы, будет проводиться сброс, чтобы мы могли подготовиться технически и, в общем-то, в случае чего провести работы по укреплению данного участка. Но теперь временными работами ситуацию не исправить. Аварийно и Амринскую балку признали еще в 2016 году. Тогда дамба в первый раз серьезно обрушилась. Теперь для восстановления необходимо построить новую мощную стену из песка и проложить трубопровод. Но на это потребуются деньги. Финансирование готовы предоставить в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии. Если не предпринимать усилия по ремонту этого ГТС, то исчезнет водоем, исчезнет какое-то количество пресноводных рыб. Соответственно, как место рекреации данное место не будет представлять интереса для граждан и отдыхающих. Администрации Москаленского района необходимо собрать соответствующий пакет документов и подать заявку на участие в отборе, на финансирование таких работ. Пока идет сбор документов, сохранение уникального заказника, дело местных жителей, любителей рыбалки, экстремального туризма и просто пляжного отдыха организовали здесь круглосуточное дежурство. И если потребуется, готовы сделать все, чтобы сохранить в регионе собственное Мертвое море, озеро Ибейты и аналог реки Иордан, Амринский ручей. Анна Кокорна, Валентина Аксенова, 12 канал. Наконец, похолодает. У Мече появится возможность передохнуть от жары. Понижение температуры спрогнозировали синоптики. Сегодня днем еще будет достаточно жарко, до плюс 30. Это данные Омского гидромедцентра. Однако, палящее солнце скроется за облаками, а местами обещают и кратковременные дожди. А вот уже с завтрашнего дня начнутся похолодания и грозы. До комфортных 22-25 градусов температура опустится к середине недели. Причем почти каждый день обещают осадки. И такая погода в регионе задержится почти до конца месяца. Осадков ждут и пожарные. В Омской области продолжают гореть леса. Стихия бушует на севере региона, в Большоуковском, Знаменском, Муромцевском и Тарском районах. Отдельные возгорания есть также в Исселькульском, Павлоградском, Таврическом, Русскополянском и Кормиловском. Угрозы соседним населенным пунктам нет. С субботы в Пылающих лесах работают отряды авиаохраны, сотрудники лесхозов и пожарные десантники. Огонь тушат с воздуха, с помощью вертолетов и на земле. За прошедшие сутки обнаружены и ликвидированы четыре возгорания. Еще шесть локализованы, спасатели не дали пламени распространиться, вырыв земляные рвы. Теперь огонь нужно потушить. Мы очень ждем дожди. Любой дождь будет помогать. Конечно, вот уже при такой погоде, которая у нас несколько месяцев жара, там просто порох. Я могу сказать, потому что я сам езжал на несколько пожаров. Трава, мох, это порох сейчас. Она горит очень сильно. Поэтому нам нужны уже сейчас сильные дожди. Причина пожаров часто сухие грозы, с громом и молнией, но без дождей. Проводное явление, не характерное для Омской области, спровоцировало возгорание в труднодоступных северных районах региона. Случаются пожары и по вине людей. Напомню, что штрафы за нарушение правил пожарной безопасности сегодня для физических лиц доходят до 3000 рублей. Должностным придется выложить до 20 тысяч. Юридическим от 50 до 200 тысяч рублей. Виновным в лесном пожаре наказание грозит куда более серьезная – уголовная ответственность. А помимо штрафа им предстоит оплатить нанесенный лесу ущерб, а также работу ликвидаторов. О ситуации с коронавирусом. 108 новых случаев заражения подтверждены за последние сутки. Общее число заболевших с начала пандемии приближается к 8 тысячам. Почти 5 тысяч выздоровели. Из них 69 за последние сутки. Пять пациентов с подтвержденным диагнозом скончались. В Омске тем временем усиливают контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. За работой автобусов и маршруток следят сразу несколько ведомств. Мэрия, полиция, ГИБДД и два министерства строительства и региональной безопасности. Рейды проводят регулярно. На водителей, нарушающих масочный режим, составили уже несколько десятков протоколов. И специалисты намерены увеличить количество проверок. Напомню, за несоблюдение требований масочного режима мячам грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Должностным лицам от 10 до 50 тысяч, юридическим от 100 до 300. Народное голосование за место, где установят стеллу «Город трудовой доблести» стартовало сегодня. Высказаться мячи могут онлайн на сайте «Активный горожанин». Перейти на платформу можно с главной страницы официального сайта администрации Омска. Для памятника выбраны три локации. Это площадь у мемориала «Труженикам тыла», парк имени 30-летия Победы или больничный переулок, который расположен рядом с госпиталем, где во время войны принимали эшелоны с ранеными солдатами. Для того, чтобы оставить свой голос, пользователям необходимо пройти идентификацию через портал госуслуг. Это обеспечит легитимность голосования и защитит его от накруток. То, что касается мест установки стеллы, безусловно, нужно учитывать совокупность показателей, совокупность критериев. И здесь важно все. Историческое, идеологическое значение места, его возможность панорамного обозрения с разных точек, уже сложившаяся архитектурная застройка. Безусловно, важна возможность проведения массовых мероприятий в последующем. Ну, а также транспортная пешая доступность, инфраструктура места. Голосование продлится до 20 августа. Затем начнется обсуждение макета стеллы. За облик памятника мечи тоже будут голосовать. Напомню, 2 июля президент России Владимир Путин на заседании Оргкомитета Победы назвал список из 20 городов, которым присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». По праву в этот перечень вошел и Омск. Александр Бурков назвал причины оттока населения из Омской области. Своё мнение губернатора высказал на заседании рабочей группы в Госдуме, которая изучает причины неблагоприятной демографической ситуации в регионах и пути выхода из кризисной ситуации. Бурков отметил, что проблема оттока населения становится всё более острой не только для нашего, но и для целого ряда других регионов. Более 67% всех выезжающих – это люди, которые находятся в трудоспособном возрасте. Около 45% выбывших имеют высшее образование. Третий из них имеет среднепрофессиональное образование. И, как вы видите, мы теряем трудоспособных граждан, имеющих профессиональный и демографический потенциал. Губернатор подчеркивает причин несколько. В первую очередь, факторы, препятствующие развитию бизнеса. Удалённость от рынков сбыта и транспортных магистралей, высокие траты на энергетические ресурсы. Для того, чтобы их компенсировать, компаниям приходится экономить на оплате труда работников. Также, чтобы люди не покидали свой регион, нужно обеспечить им комфортное и безопасное проживание. Ремонтировать дороги, развивать инфраструктуру. И это актуально для Омска и других промышленных городов. Улучшать экологию. Здесь требуется сократить сроки установки приборов учётов на источниках выбросов на предприятиях. Первая, вторая и третья категории опасности. К сожалению, седьмой федеральный закон и нормативно-правовая база федеральная говорит о том, что такие приборы учёта будут установлены только к 2029 году. И нам, соответственно, нужно эти сроки пересматривать в сторону сокращения, чтобы решить вопросы безопасности наших граждан, в первую очередь, по атмосферному воздуху. Также Александр Бурков предложил запустить федеральную программу, направленную на повышение миграционной привлекательности регионов. По мнению омского губернатора, частично решить проблему поможет размещение главных офисов госкорпораций не только в столице, но и в других городах. Кроме этого, Бурков выступил с инициативой субсидировать цены на жильё для молодых семей и вернуться к единой системе оплаты труда для бюджетников из разных регионов. Ещё о проблеме выбросов. Установить виновных в загрязнении воздуха потребует омский общественник Игорь Басов. Сегодня он вышел на одиночный пикет к зданию Росприроднадзора. По мнению Басова, Омская представительство федерального ведомства, которое должно контролировать крупные промышленные предприятия, бездействует на фоне нестабильной экологической ситуации в Омске. Общественник требует установки уже до конца этого года на заводах автоматических датчиков мониторинга. Вообще сделать это по приказу Федерального Минприроды обязаны пять предприятий. Нефтезавод, Омский Каучук, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, а также Омский Водоканал. Лишь одно из производств уже внедряет автоматизированную систему мониторинга. Это нефтезавод. Датчик для каждой трубы обойдется как минимум в 20 миллионов рублей. В пределах года заставили всю страну, каждого гражданина России, поставить прибор учета. Почему это не делается в отношении предприятий, тем более это несет угрозу здоровью людей, мне непонятно. И здесь же у здания Росприроднадзора сегодня прошел еще один пикет. За чистый воздух вышли представители партии ЛДПР. Партийцы упомянули 42-ю статью Конституции, которая гласит о том, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. А также обратились к федеральному руководству Росприроднадзора с требованием провести проверки предприятий. На стыке образования, инноваций и бизнеса концепцию создания научно-образовательного центра мирового уровня в Омске презентовал губернатор Александр Бурков. Участие в конференции приняли представители Московской школы управления Сколково, а также специалисты ведущих вузов и предприятий. Глава региона отметил, впереди большая работа по созданию центра и реализации бизнес-проектов. Напомню, 15 центров должны появиться в России к 2024 году. Такую задачу в рамках нацпроекта «Наука» поставил Владимир Путин. Предполагается, что один из научных центров будет располагаться в Омске. Сейчас в нашем регионе по поручению губернатора сформирована рабочая группа. Рассматриваются основные направления деятельности. Нефтехимия и новые материалы, высокотехнологичные компоненты и системы для производства, агробиотехнологии. В бой идут одни генералы. 12 канал продолжает съемки фильма о знаменитом мемиче Дмитрии Карбышеве. На этот раз в зоне внимания режиссера Андрея Кириллова первые месяцы Великой Отечественной войны. Тот период, когда генерал попадает в плен к немцам. Пока молодой Карбышев Степан Дворянкин набирается сил для дальнейших съемок, на площадке в главной роли работает другой известный актер омская драма Александр Гончарук. Подробнее автор фильма «Несломленный» Светлана Лазарева. Порядка 10 единиц настоящей боевой техники, среди которых ГАЗ-67, бронеавтомобиль, легендарная 45-ка собрал на съемочной площадке режиссер фильма Андрей Кириллов. Помогли военные реконструкторы. Именно они в процессе съемок отвечают за то, чтобы действия в кадре выглядели правдоподобно, строго следят за снаряжением и обмундированием не только главных героев, но и каждого участника массовых сцен. Военная история не терпит компромиссов, потому что все события уже произошли, поэтому мы являемся не только реконструкторами, но и военными историками. И, конечно, добиться стопроцентной достоверности – это одна из наших задач. Так, к роли генерала Карбышева известный актер омской драмы Александр Гончарук готовился несколько месяцев. Перечитал массу литературы, пересмотрел десятки фильмов, освоил верховую езду. Актеру достались сложнейшие периоды в жизни прославленного генерала. Финская война и Великая Отечественная. Всего же на счету Дмитрия Карбышева пять военных компаний. И каждый раз он не только с честью выдерживал их, но и пытался максимально реализовать свой дар уникального фортификатора и изобретателя. Это человек, для которого профессия – религия. И это отчасти, это очень сродни, как ни странно, нам. Пока я разбираюсь, и мне очень хочется найти именно сложность человеческую, непростоту. Потому что вот это упрощение, такой монумент, гранит, оно, мне кажется, нам ничего не дает, мы и так это знаем. А вот какой человек, как он себя вел, я над этим мучаюсь, честно, ищу, мучаюсь. Высших военных чинов в этот раз на площадке было немало. Старинного друга Карбышева, полковника Сухаревича, играет актер театра студии Ермолаевой Владимир Михайлов. Генерала Голубева, с которым Дмитрий Карбышев выходил из окружения в самом начале войны, Сергей Зубенко. Все с удовольствием согласились помочь авторам проекта воплотить идею фильма на экране. Здорово, что вообще, это уже второй проект Андрея. И первый проект убедил людей в том, что это не какая-то там рекламная штучка-дрючка, а это получилась серьезная работа, первая про «Черных кошек». И на этот проект уже, я думаю, многие актеры более охотно откликнулись. И вот Александр Анатольевич тоже такой вдохновленный, говорит, вроде бы и не моя роль, но это интересно, это здорово. И от него зажигаются все. Впереди еще немало съемочных дней. Ведь жизнь Карбышева удивительным образом вобрала в себя все важнейшие события первой половины 20 века. Он встречался с Фрунзе и Брусиловым, Чапаевым и Тухачевским. И всем им в исполнении омских актеров еще только предстоит выйти на сцену. Премьера не за горами. Светлана Лазарева, Денис Лопарев, 12 канал. И вот какие материалы наши корреспонденты сейчас готовят к итоговому выпуску. Смотрите в 19.30. Не по сезону дорогие. В Омске резко выросла цена на самое популярное летнее лакомство – арбузы. Средняя стоимость за килограмм ягоды взлетела до 30 рублей. Арбуз покупаем. Я никогда такой ценой не видел. Все дорогой. А бедный покупатель, пенсионер, откуда возьмут такие деньги? Один арбуз ставишь, 500 рублей, 600 рублей. В прошлом году намного легче было. И это еще даром, говорят покупатели. В сетевых супермаркетах и вовсе больше 40 рублей за килограмм. Крупные ритейлеры даже отказываются закупать арбузы. За такие деньги, говорят, покупать их не готов почти никто. Недовольны ситуацией и бизнесмены, которые терпят в этом году колоссальные убытки. Екатерина Балучевская выясняла, почему арбузы теперь на вес золота. Украшают город с помощью мусора, которому дали вторую жизнь. В Омске открылось уникальное производство. Завод по переработке пищевого пластика. Бутылки, пленка и упаковки превращаются здесь в уличные скамейки, урны и цветочные кашпо. Представьте, вот одна лавочка, это 5000 пакетов. 5000, одна лавочка, 5000. Это же круто. Технология российская. Заказы на изделия уже поступают из разных уголков России. В чем преимущество необычной мебели, выясняла Юлия Думанова. О спорте Илья Михеев завершил выступление в Кубке Стэнли. Решающий матч серии Торонто с Коламбусом завершился поражением канадской команды. Счет 2-3 в последнем матче и в серии. Бывший нападающий авангарда сыграл за Торонто чуть больше 10 минут и не набрал очков за результативность. Серию в целом Михеев тоже провел по нуля. По ходу пяти матча он опустился из первого звена нападения в третий. Сезон для Ильи закончен. Следующий может начаться ориентировочно в декабре. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях Вконтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Завтра, 11 августа, в регионе переменная облачность. Возможен дождь. В Омске ночью плюс 13, плюс 15. Днем 20-26 градусов тепла. В районах ночью 14-16. В дневные часы плюс 21, плюс 25. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. У меня на этом все. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин